Если вы не смотрели первую часть обзора про лучшие парки Баку, то советую посмотреть по ссылке на экране или в описании к видео. В этой части еще 8 парков, не попавших в первую группу. Они никак не расставлены по рейтингу, в отличие от первых 8, а просто идут в случайном порядке. Итак, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Мы помещаемся в Центральный парк, в обзор которого я слил 3 разных парка, а именно Парк Физули, Зимний парк, площадь перед мечетью Тезепир и Центральный парк, расположенный между улицами Наримана-Нариманова и Абдуллы-Шаига. Все это великолепие спроектировано австрийским архитектором Йенсом Хоффманом, а не азербайджанскими специалистами, хотя казалось бы. Основная идея заключается в предоставлении пешеходам на территории от проспекта Наримана-Нариманова до Дворца Гейдара-Алиева возможности беспрепятственного передвижения, не переходя автомобильных дорог, что действительно здорово. На территории Центрального парка разбиты детские спортивные площадки, созданы подземные и надземные пешеходные переходы. Парк Физули это в основном фонтаны и рестораны. На 14 гектарах парка, территория которого составляет 20 гектаров, создано озеленение. Здесь посажено более 2100 деревьев, 19 видов и свыше 137 тысяч цветов и кустарников. Создан еще один зеленый оазис прямо в центре мегаполиса, плюс один в карму создателей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Малаканский садик, Мариинский сквер, сад Ашума Алиева, сад 9 января, сад Хагани, все это один и тот же парк в Сабаильском районе, недалеко от торговой площади. Это второй по старшинству сад в Баку, уступающий лишь саду филармонии. Сейчас носит название персидского поэта, уроженца Шимахи, Хагани Шервани. Центром архитектурно-ландшафтной композиции сада служит бассейн со скульптурной группой Три Грации. Сад небольшой, всего 0,8 гектара, но все равно заслуженно любим пакинцами и гостями города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Парк Ататюрка Парк Ататюрка Баку и названный в честь первого президента Турции великого Мустафы Кемаля Ататюрка на территории общей площадью 6,5 гектар. Парк Ататюрка Парк Ататюрка Тренажеры, кафе и рестораны, куда же без них. Сам парк длинный и узкий, тем не менее в нем нашлось место для велосипедной дорожки. Одна сторона парка выходит на Генжлик Мол. Часть парка посередине закрыта на реконструкцию, надеясь после завершения сам парк станет еще красивее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ботанический сад изначально был создан как научный комплекс при Институте ботаники Академии наук Азербайджанской ССР. Конечно, при Советском Союзе ботанические сады, как научная и опытная базы, процветали. После обретения независимости они потеряли финансирование и выживали как могли. Это заметно при взгляде на ботанический сад Баку. Научная работа и работы по содержанию, скорее всего, продолжаются, но теплицы, здания и прочая инфраструктура явно не ухожены и требуют косметического, а иногда и капитального ремонта. Хотя, с другой стороны, это даже неплохо. Поскольку, если удалиться от зданий и из-за асфальтированных аллей, вы можете прямо в центре Баку встретить маленький кусочек настоящего нетронутого леса, подышать запахом сосен и полюбоваться на красоту природы, не выезжая из Баку. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok На Римановском районе Баку, на 6 гектарах земли, расположился парковый комплекс Деде Гаргут. Открытие парка состоялось в декабре 2013 года. В центре парка установлен памятник Китаби Деде Гаргут, автор памятника заслуженный художник Азейборджана Скульстер Гирюшбабаев. Также на территории паркового комплекса создано искусственное озеро. Озеро можно было сделать и поменьше, а еще лучше сделать несколько озер, соединенных мостиками, но все равно это лучше, чем просто замощенная площадь. Посетители парка могут взять на прокат катамаран. Рядом открыт обновленный бакинский зоопарк, который пока посетить не удалось, но надеюсь шанс еще будет. Недалеко через дорогу расположились еще целая очередь скверов. Парк Караглу, Каала парк, парк Зорге, которые в отдельный обзор не попали, но тоже заслуживают упоминания. Каала парк Зорге, Каала парк Зорге, Каала парк. Парк Рос разбит на территории здания радиоцентра Каспийского пароходства, которое не использовалось долгие годы и находится недалеко от здания Порт-Баку. Парк отдыха общей площадью 6300 квадратных метров не может, конечно, поспорить с большими парками, но тем не менее уютный и ухоженный. Рос весной здесь цветет очень много, но название, конечно, обязывает. Субтитры создавал DimaTorzok Парк Шалалей Росположен около телетеатра или прямо с нижней стороны башен огня. Искусственный водопад, как говорит цитата из интернета, создает атмосферу горных районов Азербайджана. По-моему, притянуто за уши, но водопад все же лучше обычного фонтана. Хотя он тоже здесь есть. Разноцветные огни ступенчатого водопада придают ему особую красоту вечерние часы. Опять цитата. Наверное, красиво, но не удалось посмотреть вечером. Поверим на слово. Парк небольшой, но ухоженный. Наверное, потому что расположен напротив кабинета министра. Поэтому в ТОП попадает заслуженный. Субтитры создавал DimaTorzok На очереди у нас, наверное, самое популярное место для прогулок у бакинцев и гостей города, это площадь фонтанов и бывшая торговая улица, а ныне улица Низами. Частично пешеходная центральная улица в Баку. Названа в честь поэта и мыслителя 12 века Низами Ганджеви. Улица образована объединением в 1962 году двух улиц Низами, бывшая торговая, и Физули, бывшая губернская. На сегодняшний день жители города продолжают именовать торговой пешеходный отрезок улицы, закрытый для движения общественного транспорта. От площади фонтанов до улицы Рашида Бейбутова. Сюда же я включил также первую городскую площадь Баку, ранее называющуюся Парапет, затем сквер имени Карла Маркса, а ныне площадь фонтанов. И парк Низами, примыкающий вплотную к площади и расположенный перед музеем литературы. Сам памятник Низами установлен здесь в 1949 году, а сквер является одним из старейших в столице. Площадь фонтана и торговая улица или улица Низами и по сей день остаются самым любимым местом бакинцев для прогулок. Продолжение следует... Вот все 16 парков попавшие в этот обзор. Конечно парков и скверов в Баку намного больше и про все рассказывать нет смысла. Надеюсь вам понравился этот топ. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok